Нарисовать за полторы минуты выдуманное животное, используя любые фломастеры. Первое задание – секции творчества, в котором супергерои Леди Баг и Супер Кот помогали гостям Дня открытых дверей определить, к какому объединению молодёжного центра они больше предрасположены. На другой станции IQ Человек-паук с помощью интересных логических заданий помогал ребятам понять, физики они или всё-таки лирики. Я активиста ВН-команды в молодёжном центре. Сегодня у нас день открытых дверей в стиле Геройской академии возможностей. Прежде чем ребята запишутся в какие-либо объединения, мы с командой героев проведём небольшие тесты, чтобы проверить, в какой сфере деятельности у них есть свой талант, своя суперсила. Мы считаем, что у каждого человека есть свой талант. Мы хотим, чтобы он смог его раскрыть в молодёжном центре. Кто-то хорош в спорте, кто-то готов покорять сцену своим талантом, а кто-то планирует добиться успеха в программировании и изучении английского языка. Все эти суперспособности гостям Дня открытых дверей помогали выявить супергерои. С любимым персонажем можно было также сфотографироваться. Были на празднике ребята, которые уже чётко для себя решили, в какое объединение центра хотят записаться. Выбрал я направление брэк-данса, потому что с детства мне очень нравилось танцевать, родители мне это отмечали. И вот как-то пробовал себя в одних танцах, но что-то не получилось. И вот брэк-данс как-то меня очень сильно заинтересовал своими какими-то сложными движениями и какой-то масштабностью. Я бы сегодня хотела записаться в театральную студию «Театралка» или «Зеркало». Тоже театральную студию, чтобы научиться вести себя красиво на сцене, возможно развить какие-то свои таланты. Участвую в секции КВН, потому что один раз я выступил, мне это довольно сильно понравилось, выступать на сцене, то есть шутить интересные шутки. После презентации объединений прошла запись в обучающие группы. Набор в объединении открыт и сейчас. Дополнительная информация по телефону 99 118. Анна Пилипец, Андрей Махмудов, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24.